Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на тяжелом танке 9 уровня Concept 1B. Это у нас тяжелый танк 9 уровня, на самом деле весьма неплохой даже, так что если вы его когда-то там приобретали, то считайте, что вам пыть зло. Ну и, друзья, у нас новый бонус-код, бустер опыта, короче, дает личный резерв 50% к опыту на 1 час и личный резерв 200% к свободному опыту и опыту экипажа за бой на 1 час. В принципе, неплохой бонус-кодик, я его проверил, прежде чем вам показывать, у меня все заработало. Есть, конечно, люди, которые через 3 года приходят и говорят, что а что не работает-то? Ну, извините, любой бонус-код, он все-таки имеет срок годности. И поэтому нужно активировать всегда бонус-коды как можно быстрее. Ну, а чтобы не опоздать, я рекомендую еще подписаться на мой Телеграм-канал, потому что там я бонус-коды публикую очень оперативно, потому что видео не всегда есть возможность сделать, а вот опубликовать коротенькую текстовую новость в Телеграме это запросто. Ну и, друзья, как всегда, не произошло без происшествий, соответственно, опять инвестор что-то ночью дело, и почему-то они марафон взяли и завершили раньше времени. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это происходит. Речь идет про события на танк Объект 259А, и, соответственно, ну там оставалось, по-моему, один или два дня, и почему-то марафон разработчики решили закончить раньше времени. Многие игроки были, конечно, не готовы к этому, потому что, ну, кто-то хотел в последний момент там завершить в связи с тем, что начал, может быть, там слишком поздно. Ну, в любом случае, разработчики кое-какую компенсацию все-таки предоставили. Игрокам, которые собрали 15 марок, но не получили танк, начислят Объект 259А, при наличии танка дадут компенсацию в виде 4 миллиона 400 тысяч серебра. Игрокам, которые собрали 14 марок, начислено 300 золота и Танк Объект 259А, также серебро. Так что, в принципе, тут все-таки лест не облажалось, потому что, да, они как бы накосячили, но и сами исправили. И в итоге, ну, по крайней мере, кто 14 или 15 марок собрал, они, я думаю, точно будут довольны. Но вот про остальных я такого говорить не буду, потому что, может быть, кто-то не успевал. Напишите в комментариях, как у вас с этим марафоном, проходили ли вы его. И новая карта называется Камчатка. По, соответственно, информации от разработчиков, карту делали около 20 человек, даже больше. И, соответственно, карта должна получиться весьма даже интересной. Ну, по крайней мере, точно мы это заценить сможем только 22 августа на общем тесте патча 1.29. Сейчас, кстати, там еще блогер будут играть на этой карте, есть кому интересно смотреть, что она из себя представляет. В любом случае, карты это хорошо, если, по крайней мере, они сделаны нормально. Ну, будем на это надеяться. Потому что, ну, на мой взгляд, да и, в принципе, многие игроки так считают, у нас все-таки дефицит карт. Но вот у нас чего не дефицит, так это моих розыгрышей, которые доступны в каждом видео для вас бесплатно. Для этого, ну, для того, чтобы участвовать, всего лишь напишите комментарий, укажите свой игровой ник в комментарии и пишите комментарий по теме видео, там не нужно писать на непонятные темы. И спасибо всем за участие. Давайте поиграем на сайте водки.ком и попробуем выиграть какой-нибудь интересный приз. Итак, для начала я решил открыть раздел танки. Это самый дорогой раздел, но в то же время есть шанс сразу же выиграть какой-либо премтанк, и порой это танк сразу восьмого уровня. Вот как прямо сейчас. ВЗ-120 GFT падает мне в копилку. Очень даже хорошая ПТ-САУ. И самое главное, дорогая ПТ-САУ. Много золота упадет, соответственно, в копилку. Потому что у меня этот ПТ-САУ имеется в наличии, поэтому про золото получу. И попробуем бесплатный кейс открыть три дня према на ходяву. В принципе, нормальный такой результат. Ко всему прочему, если, соответственно, вы хотите бесплатно поучаствовать в розыгрыше, такая возможность имеется на сайте. Для этого прокрутите вниз, и тут найдете раздачу золота. Ну и там поучаствовать весьма просто. Кроме того, вы можете активировать бонус-код, ну, вернее, промо-код на сайте Супер777. Идем дальше, друзья. Игровое золото за урон по технике противника. Соответственно, новая акция, которая сейчас проходит в игре. Вам нужно зайти на официальную новость, выбрать, ну, и, соответственно, выбрать, где вы конкретно хотите проходить данную акцию. То есть есть две возможности. Первая – это в рандоме. Вторая возможность – это в стендом «Охотники». То есть это уже как вам удобнее, во что вы там больше играете. В обоих режимах проходить не получится. Но в любом случае, я думаю, большинство людей выберет рандом, потому что, ну, большая часть людей все-таки играет по старинке в рандоме. Соответственно, до старта акции еще есть время, там, около двух дней. Так что еще есть возможность подумать. Соответственно, сколько золота вообще можно выиграть? Всего можно выиграть 375 золота. Три задачи имеются в наличии. Первая – за любое количество боев нанести 12 тысяч урона противнику. Второе – за любое количество боев нанести 60 тысяч единиц урона по противнику. И третья задача, самая выгодная, 250 золота дает. За любое количество боев нанести 120 тысяч единиц урона противнику. В общем-то, довольно такие существенные цифры по урону. Хотя, опять-таки, тут уже будет зависеть, на каких танках вы будете играть, там, на девятках, на десятках. Естественно, урон будет даваться более быстрее. Особенно, если вы хорошо играете. Там, у некоторых игроков, там, ну, вообще, может быть, там, урон от 3 до 5 тысяч за бой варьироваться. Там, ну, у кого иногда даже бывают удачные сессии, где и там по 6-7 тысяч урона бывает. Ну, при везении, при скидле. И также в рандоме была замечена ПТ-САУ, Штурм-САУ, ИСУ-2ЭШ. Ну, в общем-то, еще одна ИСУ-ха, только предоставляющая класс Штурм-САУ. Разработчики, естественно, бросать эту идею введения в игру Штурм-САУ не хотят. И считают, что это перспективная тема. Есть некоторые характеристики этой машины. 1200 прочности. Бронирование корпуса 130 мм во лбу. Максимальная скорость 40 км в 12 назад. Бронепробиваемость 230 и 36 также фугасными, видимо, снарядами. Урон 440, фугасом 600. Тип снарядов кумулятивный, ну, и, конечно, осколочно-фугасный. Скорострельность 2.86 и время заряжения 21. Точность 0.8. Время прицеливания 4. Углы горизонтальной наводки минус 10, плюс 8. И радиус обзора 360. В общем, если вы увидите данную технику, не пугайтесь. Более того, я вам скажу, что рано или поздно мы увидим целую ветку подобных машин. Так что будет, наверное, весело. Ну, посмотрим. По поводу европейского сервера. Новогоднее наступление 2025 World of Tanks. Опять будут полный копипаст прошлого года и разочарование. Об этом мы поговорим позже. К концу лета патч 1.26, разработка Новый год 2025 года, выйдет на предфинальный уровень. А сейчас, например, часть вещей с мая успели поменять. Пока можно сказать точно, что, как и в прошлом году, будет два подарочных танка, один брелок при условном входе в игру и один высоковыровневый танк. Все это бесплатно. Ну, в общем-то, давно ходят слухи о том, что Wargaming уже ставит игру, ну, можно сказать, на паузу. То есть, она будет продолжать обновляться даже, но уже не будет так сильно развиваться, как раньше. Если так можно сказать. Потому что кто-то скажет, что так она и раньше не развивалась ни хера. Но у каждого свое мнение. Давайте останемся при своем мнении. В любом случае, возможно, Wargaming видит, что не все так хорошо. А, возможно, это просто некоторая паника. Итак, новый танк на глобальной карте, наконец-таки. Это касается европейского сервера. Это СТ-62, вариант 2. Изначально вообще думали, что это МБТ-Б. Тяжелый танк 10 уровня будет, соответственно, на глобальной карте на Европе. У нас, кстати, этот танк используется как танк 11 уровня, который выйдет в 2025 году. Но разработчики передумали и решили добавить СТ-10 уровня СССР. С магазином, кстати, на три снаряда с обратной дозарядкой. Ну, танк, который претерпел огромное количество интеракций и глобальных изменений. В характеристиках выбран как кандидат. Соответственно, будут ли это маневры, посмотрим. То есть, возможны, конечно, еще некоторые перестановки. Но, в целом, понятно, что давно пора бы уже обновлять, как бы, подарки на глобальной карте. Вот, кстати, характеристики этого танка. Если интересно, средний урон у него 320 единиц. 200 часа от пробития у него. Ну, по урону как-то не очень много. То есть, это такой классический урон средних советских танков, типа Объекта 140. И средний урон в минуту тоже не выдающийся, получается. 2,503. То есть, как это выглядит, пока что не столь интересно. Но тут нужно вспомнить то, что у данного танка система дозарядки. Если и этот факт учитывать, то уже не все так печально. Потому что 2,500 урона на дозарядке, это уже совершенно другое. Это уже неплохо, на самом деле. И время перезарядки одного снаряда тут составляет 7,7 секунды. Первый снаряд, потом 10,5 секунд, потом 13,4. Также у танка 1950 прочности. И у данного танка, ну, что по мощности. Мощность двигателя с ускорителями тут не написано. Уденная мощность, короче, 18 лошадиных сил на тонну. Также, друзья, по поводу танка 11 уровня. У Леста это Объект 279. Соответственно, разработчики сказали, что у него хорошая мобильность и крепчайшая лобовая броня. Ну, это все и так было понятно. В принципе, даже по видео разработчики это и анонсировали, что танк крепкий, бронированный. Ну, очевидно, что, по-моему, они все бронированные. То есть, прям совсем картона я там что-то не заметил. Какие-то танки, наверное, просто будут прям реально имбовать за счет брони. И тут, конечно, большой вопрос. Потому что, если эти танки будут бронированные, чем многие десятки сейчас, то, соответственно, у многих возникнут проблемы с их пробитием. Особенно будет, ну, сложности с Объектом 279, потому что у него форма весьма такая необычная, на самом деле. Так и не скажешь, где у него там есть уязвимые места. Ну, а что думаете вы? Напишите в комментариях, пожалуйста, ждете ли вы все-таки чего-то хорошего в танках. Может быть, все-таки 11 уровни вам по душе. Либо ждете Камчатку, новую карту. Либо уже ничего не ждете. Ну, в общем, интересно будет узнать ваше мнение. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Желаю всего хорошего. Вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok